Итак, мы приехали в долину Аосты. Это Савоя, безумной красоты страна. То есть, конечно, Италия. Но мы же помним, что первый король объединенной Италии был как раз из Савойского дома и пригласили его на царство сами италийцы. Вот замком Сен-Пьер когда-то владел Исавойский дом тоже. Хотя вот то, что мы видим, это век XIX. Так что все эти красивые башенки вполне декоративны. Церковь под ним, святого Петра, тоже XIX века. А вокруг, ну, куда не посмотришь, дух захватывает. То какие-то колоколинки, то присмотришься, церквушка стоит на каком-то вертикальном обрыве. И как она там держится, непонятно. То какие-то зубцы башенные, чуть не на каждом холме. А то вот такое строение непонятного назначения, но явно немирного. Нет, я не мою жену Таню имею в виду. Она-то как раз понятного назначения. Хотя тоже иногда весьма немирного. Ну, в общем, погуляли мы еще немножко возле Сен-Пьер. Хорош, зараза. Отъехали в нашу любимую винодельню. Она, как я уже говорил, здесь, может, в паре километров. Но нас там попросили вернуться через пару часов. Мы ведь не предупреждали о своем... А как предупредить Джорджу по-английски, не бум-бум? Ну, и мы решили, раз так, отъехать в Курмайор. Это городок, который лежит под Монбланом, только с итальянской стороны. Вот мы и поехали. Таня продолжала снимать. А как тут не снимать? Вот это, например, Королевский замок Сарре. Мы его уже видели чуть-чуть в прошлом фильме. Но можно ли проехать мимо такого красавца и не снять? Но ведь не только он. Вот это как живописно, а просто поразительно. И здесь такое на каждом холме. А горы? Мы знали, что Монблан-то мы не увидим, потому что там облачность. Но, по-моему, закрытые облаками вот эти горы выглядят еще более величественно, потому что под этими вертикальными стенами подразумевается такое. Ну, шоссе здесь хорошее, можно ехать 160, и поэтому нечувствительно вскоре мы въезжаем в Курмайор с теми же самыми вертикальными стенками на бэкграунде. Курмайор – городок очень милый. Такой какой-то праздничный, отпускной. И хотя там много народу с лыжами, такое впечатление, что ни они, ни эти трудяги задают здесь тон. Цветочки везде, куча кафешек. Народ либо медленно прогуливается по узким улочкам, либо сидит в кафешках. Посидел и я. Ну, мы с Таней, конечно, опять разделились, потому что она увидела какую-то там керамику в витринах и начала ее фотографировать весьма интенсивно. Хотя, не знаю, ну, подумаешь, что уж здесь такого особенного. Она сама, по-моему, гораздо интереснее расписывает. Нет, вот это мне понравилось. Но, пожалуй, и все. Я в это время прошел дальше. Нашел в конце улочки вот такую церковь, стоящую на маленьком пригорке. Вот такая замечательная картинка слева от церкви. Церковь сама очень симпатичная. Видно, что она новая, более-менее. Это церковь святого Пантелеймона. Святой Пантелеймон – покровитель города. Здесь за несколько дней до того, как мы приехали, проходил трехдневный фестиваль святого Пантелеймона. Ежегодный. Церковь упоминается с 1227 года, хотя здесь обнаружены структуры еще 11 века. Но старая церковь была частично разрушена и заменена вот этой в середине 18 века. Но кое-что здесь продолжали достраивать еще и в 20-м. Церковь стоит очень неудачно на таком неровном и неустойчивом холме, который, собственно, и разрушил первоначальное здание. Но это неудачно с архитектурной точки зрения. Зато ландшафтно, ну, просто прекрасно. Такое впечатление, что некоторые дома здесь чуть не старше самой церкви. Что, в общем-то, может и быть. Но как симпатично. Ну вот, погуляли мы немножко. Я еще посидел, выпил кофе. Таня не захотела. И мы стали двигаться обратно к парковке. И уже из машины Таня сделала несколько великолепных снимков. Нет, очень симпатичное место Курмайор. И вот мимо нас снова проносятся эти миленькие городки. И все эти лужайки, и горушки. Ну, просто картинки с открыток. Тем более, что и GPS показывает какие-то названия из книжек. Проезжаем мы мимо замка Эммавиль. Замок этот 14-15 веков. Хотя первые записи о нем датируются 13 веком. Поставил его здесь один из шаланов. Семье Шалан, знатным вассалом Савойского дома. В те времена принадлежала чуть ли не половина долины Аосты. Да и не только в те времена. Насколько я понимаю, семья Шалан в долине Аосты пресеклась только в 19 веке. Проезжаем мы снова мимо замка Лесария, летней резиденции савойских владителей. И не скажешь, что он был построен только в начале 18 века. Выглядит он, по-моему, старше. Но, наконец, мы приехали в нашу любимую винодельню здесь, в долине Аосты. И провели здесь снова 3 часа. Ну, просто очень интересно. Очень хорошо принимают. Много всего рассказывают, показывают. Правда, и употреблять приходится немало. Как и в первый раз, 3 года назад, мы выходим прилично хвачемые. Так что первый час дороги обратно я хорошенько не запомнил. Но как-то вот такой снимок ухитрился сделать. И, судя по остальным фотографиям Таниным, шли мы правильной дорогой. Товарищи. Вот такой контрастный снимок замка Сен-Пьер она сделала. В четвертый раз королевский замок Лес-Сарре. Ну вот, а на винодельне мы спросили, где же теперь можно пообедать. И посоветовали нам ресторан Ле-Клусас. Не тот, который где-нибудь во Франции в лыжном курорте Ла-Клусас, а тот, который прямо у дороги, которая ведет прямо к Сен-Бернарскому перевалу, в маленькой деревушке Жиньё на полторы тысячи населения. И, судя по тому, что мы этот ресторанчик все же нашли, видимо, я успел к этому времени протрезветь. Хотя, наверное, не совсем, потому что какой-то там подвальчик, где-то там при дороге. Так что был бы совсем трезвый, может, и развернулся бы, что было бы очень неправильно. Потому что ресторан оказался с 1247 года. Они, правда, честно признаются, что кроме имени и места ничего с тех пор здесь не сохранилось. Но зато с помощью главной фигуры этого ресторана, шефа Пьер Григорио Пелереи, нас так вкусно накормили, как мы даже и не ожидали. Причем взяли всего сотню юро. Так что ресторан этот стал великолепным заключительным аккордом великолепного дня в долине Аосты. Нет, ну как можно не любить Италию? Спасибо. Спасибо. Спасибо.